Среди участников 11-дневной парусной регаты, юнги и стуапцы, яхтсмены и ветераны парусного спорта Сочи. Они побывали в городах Героев Новороссийский, Севастополе, к ним присоединились яхтсмены из Волгограда. Туда они привезли капсулы с землей из своих городов, а сегодня землю городов-героев доставили и в Сочи. Я чувствую свою принадлежность к великому делу, которое мы совершаем. Мы совершили большой путь, прошли около 3000 километров, около 700 миль по морю. И, вы знаете, чувствую благодарность ветеранам за то, что они дали нам возможность жить под этим свободным небом, в мире жить. И вот сейчас мы отдаем таким образом дань. Такой обмен с землей не случайен. Ветераны, ставшие инициаторами акции, во время войны служили в Севастополе и Новороссийске. Это Семен Гайсинский, контр-адмирал и капитан первого ранга Василий Рогов. Им вице-президент Федерации парусного спорта доложил о том, что парусная регата завершена, и земля с 35-й береговой батареи доставлена в Сочи. Задание выполнено. Спасибо за службу. Будь у Родины. Сегодня земля городов-героев соединилась с сочинской землей, где похоронены в братской могиле участники боевых сражений в Великой Отечественной, умершие от ран в госпиталях Сочи. Вспомнили о подвигах героев и о проведении парусной регат, о том, насколько это значимо для подрастающего поколения. Это очень было замечательно. И, конечно, кому горлее становится, потому что это нельзя передать просто так, как обычный человек. Это дорогого стоит. Остальная часть земли будет передана яхтсменами в музей. А гонку по победному маршруту участники регаты планируют повторить в следующем году. Елена Авсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.